итак а у нас активничает местный каменька то есть местная община мало того что выборы местных властей которые закончились вот буквально нужно все две недели назад они арендовали в этом куменьканы свои штаб арендовали помещение под штаб предвыборный свой и эти люди были от какого-то коммунистического крыла либо либеральной партии но в общем у них либеральная партия это она с самого послевоенного времени и только на короткое очень время отдает демократам поправить и потом опять за это время они критикуют демократов но и все общество спросите его и всех все уверены что либералы это лучший вариант но однако вот мой местный каменькан не знаю что так они возбудились но они явно имеют левацкий уклон вот эти дедушки за 60 который собирается сегодня с 6 утра не занимается митингом на котором все речи сводится к тому что добрать и поделить вот левацкий уклон ну надо сказать что конечно эти выборы вот этот вот сентября был какой-то ужасный просто орали орали активничали вот эти именно коммунистические левацкие все глашатые за этих политиков оказывается платили очень большие деньги они очень довольны и были эти все люди вот я с ним познакомилась все-таки пошла вот ну и конечно с 1 октября повышение налога на с продаж что есть если мы в местном сумме рвак эти платили по факту 16 процентов стоимости то есть а нас на упаковке 8 процентов было напишут две цены да и вы подсчитывайте самую высокую цену и уже когда на кассе она посчитать все вместе и еще с этой общей суммы возьмет 8 процентов то теперь на продукты остается и те же 16 процентов а вот на предметы одежду и бытовые приборы мебели и все то другое будет повышение до 10 процентов но я думаю что на продукты потом тоже повысит причем в четырнадцатом году с пяти до восьми было повышение и значит вот сейчас будет повышение и в этом промежутке также на некоторые товары там на сыра было повышение тоже до 10 процентов дороже вот таким образом ну и куда долго ходить отобрать и поделить учтите что все вся риторика которая вот идет как вот что чиновники там что-то нечестно получили поехали за границу там или детей учат за границей резиденции у них это риторика для россии все это кончится с тем что отобрать и поделить и также риторика вот это вот что за нас счет жируют это все кончится отобрать и поделить то есть отобрать и поделить и в японии тоже хоть и капиталистическая страна все дедушки которые которые на пенсии почему-то такой львацкий уклон хотя они так хорошо жили получали вот у многих дома и а новенькие автомобили автомобиль иметь новенький автомобиль это вообще святое для японца у них у даже уже новенькие автомобили у дочерей новенькие автомобили и они их меняют буквально каждые три года вот доверяя тому что вот мы вам повысить налоги и срочно меняйте автомобили вот они постоянно себе покупают и покупают новенькие автомобили ну и также они кушают хороший продукт но все равно отобрать и поделить отобрать и поделить и все тут